Доброе утро! Обычно я начинаю сводить со стакана воды. Иногда это еще может быть вода с лимоном, но сегодня мне захотелось просто обычной воды. Попиваю за утро два стакана. Как-то так вот мне хочется. Вообще мой самый основной принцип питания в последнее время делать так как хочется и как чувствуешь. Ну короче интуитивное питание по-другому. Я решила сделать омлет с овощами. Как-то давно не ела омлет, поэтому сначала овощи немного обжарю, потом я буду сюда добавлять яйцо. Еще захотелось сделать омлет с кукурузой, так что добавлю. Итак, вот мой завтрак. Я сделала себе что-то наподобие скрэмбла. Хлебные палочки взяла, смесь салатов разных. Найти из таких пакетиков. И еще огурец. А, кстати, еще решила допить немного лимонада осталось. В общем, мы с моей подругой договорились встретиться в парке и попить мачу. Очень скоро вы услышите мою рецензию, а потом мы проголодались и кушали рисовые вафли. Очень эстетичные кадры. В общем, с матчей получился вообще полный провал. Я думала будет очень вкусно, как это все рекламируют. Но это было просто какой-то напиток из порошка, смешанный с молоком. Пахло это все как тыква с молоком. На вкус было тоже самое. Очень пресно, безвкусно. В общем, мача это не про меня и не для меня. Это точно. Больше не куплю. Ну, зато хоть посмеялись. Вот такой у меня сегодня ужин. Достаточно поздний, потому что уже 8 вечера, но иногда у меня такое бывает. И у меня тут картошка с морковным кетчупом. Я вообще не знала до недавнего времени, что такое существует. Но это так. Немного салата, грошек и котлеты. Как-то так. А еще с ужином мы смотрим фильм. Называется «Я краснею». О, как раз. Первая часть завтрака – это бутерброд от моего младшего брата под названием «Божья коровка» и немного зелени. А на вторую часть я взяла себе два кусочка творожной запеканки со сметаной и травяной чаек. В общем, мы гуляли и забежали на мороженое. Ужину я вот тоже на балконе. Это даже обеда-ужин, потому что в перерыве между завтраком и обеда-ужином у меня было только мороженое. На ужин у меня сегодня примерно то же самое, что и вчера, потому что в большой семье такое очень часто случается. Но это все, собственно, из-за того, что готовится обычно очень много еды, чтобы всем точно хватило и часто остается на два дня. Захотелось еще показать наш балкон. Вот так вот он у нас открытый. Это очень здорово, когда тепло. Здесь очень классно проводить время. И вот как-то так он выглядит. очень классно здесь кушать. Так атмосферно. Вот, всего приятного аппетита. А потом мне просто снова захотелось чая и я заварила себе ромашку. Очень часто так делаю и беру к ней какое-то яблоко или, может быть, арахисовую пасту. В общем, полезные вкусняшки. Утром следующего дня завтрак у меня был достаточно плотный. Булгур, вареники, немного салата. В общем, сборный. И стакан газированной воды. Очень люблю просто газированную воду без всяких добавок и вкусов. Далее мы поехали всей семьей отдыхать. Кататься на таком небольшом кораблике по Висле. Это река в Варшаве. Было очень здорово. Единственное, немного ветрено и, можно сказать, шумно. Но мы очень классно провели время. Отдохнули, так посмотрели вокруг. Побыли немного с природой, так сказать. Вот такой вот у нас перекус. Туртик. Потому что сегодня у папы день рождения. И вафельки. Дома сами делали. Потом мы неожиданно заехали на пиццу в итальянский ресторан. Было очень вкусно. А дома мы еще пили на нашем открытом балконе колу, после которой, к слову, мне было плохо. Доброе утро. Сегодня вот такой вот завтрак. Булгур с помидорами, немного кунжута и бутерброды. Вот так вот. После завтрака мы сходили с Ниной по магазинам. Я очень сильно устала. И когда пришла, меня ждал борщ. И это было просто великолепно. Я захотела сделать себе небольшой вот такой вот перерыв на десерт. Это вот такой... Ой, сейчас камера. Это вот такой вот десерт с миндалем и кармелью. Он без сахара идет. Очень чистый и хороший состав. И травяной чаек. Идеальный набор. В общем, этот десерт на миндально-кокосовом молоке. И он невероятно вкусный. Такой нежный. На следующий день вся моя семья попросила приготовить меня сырники на завтрак. И вот вы можете наблюдать процесс их приготовления. Сырники вообще готовятся очень просто. Но есть парочка секретиков, чтобы сделать их вкуснее. Во-первых, надо взять соответствующий творог. То есть берите всегда творог помягче. Потому что от творога зависит консистенция потом вот сырников. Если взять творог твердый, то сырники тоже будут твердые. Так что чем мягче творог, тем будут нежнее внутри сырники. После добавления всех ингредиентов я начинаю потихоньку перемешивать тесто. Добавляя постепенно муку. И все это довожу до консистенции, когда тесто не липнет к рукам. То есть оно может оставлять какие-то следы, но мокрым быть не должно. Затем я просто занимаюсь формировкой самих сырников. И не так давно я подсмотрела в одном кулинарном видео, что сырники в кафе и ресторанах, чтобы у них были идеально ровные края, формируют стаканом. Как это делается? Мы сначала лепим сам сырник, потом обваливаем его в муке с двух сторон. И накрывая стаканом, делаем круговые движения. Буквально три раза. И тадам! У нас идеально ровный кругленький сырник, который потом не расползется на сковородке. что очень-очень круто. Далее я жарю сырники с двух сторон на кокосовом либо рапсовом масле. И тадам! Они готовы к употреблению. Очень-очень вкусно. Вот я ела сырники со сметаной. И немножечко взяла себе попробовать гранатового джема. Спойлер! Это было невкусно, просто сахар. И немного травяного чая. Потом обед у меня получился не очень эстетичным, но очень-очень вкусным и простым. Вот и все. Видео подходит к концу. Я рада была поделиться с вами моим питанием на протяжении пяти дней. И, как я уже говорила, мой основной принцип это интуитивное питание, отслеживание потребностей своего организма, прислушиваться к себе побольше. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока!